В выходной день, как обычно, мы куда-нибудь пойдем всей семьей, прогуляемся. Сегодня мы отправляемся в цирк. Цирк это необыкновенный, никаких диких животных, знаете, где их бьют кнутами, чтобы дети не видели этого насилия, мне кажется. Ну, Алена не любит такие цирки. Я вообще цирки как бы не очень люблю. Ну, ради Алисе я готов на это пойти, чтобы ребенок посмотрел. Там будут только кошечки, собачки. И именно само представление будет интересно поставленной сцены. А вы часто ходите в цирк, водите детей? Как относитесь к таким мероприятиям? Без насилия. Без насилия, да, оно подсказано. Чтобы не было там насилия, чтобы кошечки, собачки, чисто домашнее животное. Хотя мне кажется, Алена, что все равно там их тоже как-то дрессируют. Ну, для домашних это нормально. Домашних любой из собак хозяева дрессирует. Для собак это нормально. Только для львов и тигров нельзя, да? А для собак это нормально. Для собак это друг человека. Ну да, друзей бить, да, чтобы натренировать. Ну ладно, это шутка шутками. Отправляемся мы в цирк чудес. Кто был, расскажите, какие у вас впечатления. Ты сильно хочешь ехать в цирк? Я хочу ради совместного досуга, нашего отдыха, чтобы Алису сводить тоже в интересное место какое-то для разнообразия. Потому что все-таки детские представления это то, что взрослых вообще не впечатляет. И жалко упустить момент, когда ребенок может так отехать, радоваться. Просто потому, что взрослым это неинтересно. Вот мы и прибыли в цирк чудес. Мы немножко позвали, поэтому сейчас будем просить, что мы спустили. Где собачки с кошечками? Ура! Ну как тебе цирк? Особенно мы же приехали сюда ради фаршета, а Алиса ради цирка. Нет, тут прикольно то, что по программе еще фаршет. Но примерно через 5 секунд. Но примерно через 5 секунд после того, как все выносят. Не надо, говорю, мне давать. Может, ты голодный, ты глазами на меня смотришь. В общем, мне выносят кое-как и фрукты. И просто такая плотность населения возле стола. То, что, мне кажется, в столе даже проплещены в скатерти остаются буквально через секунду 8. Блин, я бы хотел попить, а там шампанское. Как бы если бы отдыхал, то можно попить. А так как с ребенком на руках в темных помещениях, поэтому не стал пить. Поначалу очень скептично. Ну, как бы настроена была. Мне казалось, что... Ну, так, но потом прикольно. Много было номеров, я даже прослезилась на одно. Гадай, намного. Рудала, пока. Немножко. А, да? Конечно. Единственный косяк, который мы сейчас обнаружили, пока такой серьезный, что здесь не принимают карты. Нигде, причем несколько, ну, разных типов буфетов. Ни в одном буфете только наличие. Ни бутерброды, ни воду, ни мороженое. Вообще ничего. У меня в кармане было, там 300 рублей осталось. Непонятно, сколько. Ну, вот в поле везде, и 100 вода, и все. Вот. Ну, как-то вообще. Это нехороший минус. Если придете сюда без денег, то останетесь голодные. А домой ты хочешь? Нет. А еще сюда придем? Да. Да? А попкорн вкусный был? Попкорн вкусный кушали мы? Да. Ну, хорошо. Все понравилось тебе? Да, мы будем. И огоньки понравились, да? Огоньки, которые мигали, да? Лазеры. Вот так вот, да? Тоже отличненько. Да? Супер. О. О. Показывай, как мы учили Алису. О. О. Сейчас будет продолжение, да? Да. Ой-ой-ой-ой. Дети упали. Офигенно, блин. Не, он резко, а мне тоже холодно. Девочка, упадешь сейчас на нас. Садись. Кресло сложится вот так вот, и ты упадешь вниз. Смотри, шаговая. Смотри, шаговая играю. Эффекты, конечно, потрясающие. Очень интересная, Алисина, правда, хоть немножко и слепит. Здесь присутствует и воздушный балет. Алиса тоже с удовольствием его смотрит. Вот легкие бодесы, смотрите. Вот они меняются по очереди. Вон, она. Вот самая любимая моя часть про ткани людей. Не котелку, но это про чем? Это варить, что ли, будут? Что-то они, я смотрю, у Даска, это они чистые. Ну, прям Дэвид и Куперфилд. А здесь, если упадешь, конечно, можно прилично что-нибудь себе сломать. Наконец-таки, Алиса досталась собачек. За этим-то и приезжали. Алиса, смотри, нам какой дом достался. Маме пришли товары, а нам достается... Нет, это ипотека наша. Мама потратила ремонтные деньги, поэтому теперь у нас хватит. Смотрите, как однокомнатная квартира. Смотри, смотри. Смотрите, смотрите на расстояние. Видишь на видео, да, где папа по коробкам вот это вот трекшается? Короче, долго мечтала о своей квартире отдельной. Я ее буду сдавать. Блин, сейчас Гарик тебе на голову прыгнет. Готовься. Алиса, ты пойдешь ко мне в гости? В гости, нормально? В гости, придешь ко мне? Гарик, залазь. Залазь туда, к хозяину, к своему. Иди ко мне в гости. Смотри, какой дом, а мы с тобой не видели. Это, скорее всего, будет дом котов. Мы не будем его выкидывать. Помнишь, когда у нас была большая коробка, когда привезли матрас? Это, знаешь, когда у тебя 100 метров, то можно так баловаться. Ну вот. Ну вот, а здесь сколько? А здесь мы ее поставим, смотри. Просто где ты сидишь? Возле тебя прям поставим. Но мы не будем выкидывать, смотри. Мы можем сюда поставить. Не для переезда она может пригодиться. Но она до такого места. Не, она слабенькая, она хрупенькая для переезда. Что, накрываемся? Алиса, как тебе домик, нравится? Да. А маму возьмете к себе? Можно к вам залезть? А ну-ка. Это будет как из теремка просто. Пока медведь не залез, пока медведь не залез, все было хорошо. Еще хотел бы поделиться с вами таким моментом, когда продавал автомобиль. Я думал, зачем он мне нужен? Метро здесь рядом, движение непонятное. Все куда-то летят, гонять, не дай бог ударят. Но в основном, конечно, причина продажи была это первоначальный взнос на квартиру. Если бы не нужны были деньги, я, конечно, на 50 разделял бы мнение. Теперь, когда прошло два месяца с момента продажи машины, мне ее, знаете, стало не хватать. Даже иногда снится. Я помню, были комментарии в видео, что люди говорили, что будешь жалеть, не продавай машину. Не жалею, что я ее продал. Но мне теперь этого чувства не хватает. И в будущем я планирую все-таки приобрести себе автомобиль, когда разберемся с этим ремонтом. Немножко погасим ипотеку. Я даже прикинул модель, какая мне нравится. Это, конечно, не супер-пупер автомобиль, но класс, немножко повыше, чем Мазда. Все-таки для мужчины это такое, знаете, как еще один маленький ребенок. Ухаживаешь за ним, возишь семью. Меня прям вдохновляют эти мысли о покупке именно нового автомобиля с салона. Когда садишься в него, снимаешь эти пленочки с кресла. Этот новый запах, который еще не выветривается года полтора-два. Озвучивать я модель пока не буду, потому что это так далеко в планах, что все может поменяться, все может извиниться. Пофиг мне на эти московские пробки, на это шестиполосное движение, на снег. Знаете, такие небольшие мысли вслух. Спасибо за внимание, что вы слушали меня и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok